Час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе принимает участие основатель баскетбольной школы Риги. Рига. Тренер в этом виде спорта. И соавтор недавно вышедшей книги «Исповедь латыша» Гунтес Шенхов. Он с нами на прямой связи через Zoom. Добрый день, Гунтес. Добрый день. Интересный очень проект. И такое название, ну можно так сказать, вызывающее несколько, да, «Исповедь латыша». Почему латышу нужно исповедоваться. И почему именно сейчас. И почему вы стали героем и соавтором этой книги. Вот сегодня мы об этом поговорим. Приглашаем радиослушателей участвовать в нашем разговоре. по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы нашему гостю Гунтесу Шенхову. И я бы хотела в начале нашего разговора немножечко очертить контуры вашей биографии. Эта жизнь была и есть насыщенная разными событиями, встречами, участием героя на разных территориях, площадках и в разных событиях. Поэтому давайте начнем сначала. Вот расскажите о вашей семье, где и как вы родились, где жили, как вы пришли в баскетбол, как вы стали тренером. Вот об этом немножечко. Очень много вопросов. Мы не уложимся во время. Будем продолжать. Но можно попробовать. Вкратце. Родился я в Латвии, в городе Кулдыга. И далее уже годовалого ребенка вместе с мамой. И выслали в Сибирь. Там, где уже находились моя бабушка и дед. Но слава богу, выслали именно на проживание и деду, и бабушке. Место проживания. Да. Ну, там мы прожили... А что было причиной? Вы это выяснили уже сейчас? Ну, причина была довольно-таки грустная и банальная. Когда у нас все отняли, у моего дедушки и бабушки, да, все недвижимость, имущество, и мы были вынуждены перебраться к родственникам моего отца на хутор. Ну, как я выяснил, как я выяснил, очевидно, брата моего отца не устроило это. Мы мешали в их жизненном пространстве. Я другого объяснения просто не могу найти. И он содействовал, дал информацию. Я сам не видел это донесение, его в архиве нету, но это очевидно, как говорится, было в том смысле, что полгода после того, как нас выслали, покончила жизнь самоубийством моя бабушка по отцу, она узнала об этом происшедшем, да, и покончила жизнь самоубийством. Ну, а информацию я получил от жителей того хутора, которые, ну, скажем так, догадывались, что произошло. Но в архиве я, к сожалению, не нашел. Не нашел. Этого доноса? Да, не нашел. Так что, ну, грустная история. Ну, в Сибири мы пробыли в 8 лет. В 52-м выставили, в 60-м мы вернулись. Вернулись мы в свой родной город, Кулдыг. И там я начал, начал, да, опять новую жизнь на родине. Ну, это в двух словах. Гундес, скажите, а папа где ваш был в этот момент? Вот вас с мамой выслали, а отец где был? Так вот, историю с отцом я боюсь, я просто боюсь, честно признаюсь, я боюсь об этом думать, что, возможно, он причастен к этому. Понимаете? Но в момент нашего задержания, то есть, когда приехали к нам домой машины с солдатами, чтобы нас забрать и отвезти на станцию, железнодорожную станцию, его не оказалось дома. Вот такое совпадение. Да, и когда нас выслали, ну, он так и не проявил желания, скажем, к нам присоединиться, скажем так, к добровольному пути, да. Ну, и он избежал этой ссылки. Почему ему удалось так просто избежать, как члену семьи нашей? Ну, вот эти все вопросы, которые наводят на мысль, да, что, исходя из рассказов очевидцев этого хутора, да, что вот брат его точно причастен, но про отца, как я уже сказал, просто боюсь думать, что он причастен к этому. А у него потом была другая семья у отца, или как его жизнь сложилась? Нет, он скитался там по Латвии, точной информации нет, да, но скитался по Латвии и 50 там пил, насколько тоже мне известно, увлекся алкоголем, и его нашли на станции, на Рижском вокзале, умершем за столом, в столовой. Да. 57-м году, я даже не знаю, где его могил. Очень грустная, очень грустная история, да. Ну, Сибирь, я сама сибирячка, поэтому я могу немножко представить обстоятельства вашей жизни, ну, суровая природа, там, обстоятельства, там, погоды и так далее, и так далее, но всё-таки люди достаточно доброжелательные и привыкшие помогать друг другу. Вот насколько вы помните это ощущение общения с людьми в Сибири, и, может быть, что из этого опыта рассказывали вам бабушка с дедушкой, мать? Ну, я, конечно, всю эту картину могу обрисовать всего лишь глазами ребёнка. У меня тогда, ну, как я уже говорил, годовалым ребёнком. Годовалым ребёнком я попал в Сибирь и 9 лет вернулся. И то, что я помню, и по таким некоторым рассказам, она мало рассказывала, бабушка, об этом. Есть моё суждение о Сибири, о людях в Сибири. И надо отметить, что эта ссылка была, как сказать, мягкая такая ссылка, да. Нас не высылали, не выкидывали где-то, как в сталинские времена, там, первые ссылки, когда были там в лесу, там, в барахах, там, в землёнках жили люди. Очень жёсткие, жёсткие ссылки были. А наша была такая мягкая нас. Мы приехали на место расположения, это Красноярский край, город Канск, Шелокосеево, и распределили по семьям. То есть, да. И нам очень повезло. Молодая девушка с годовалым ребёнком была помещена, размещена в домике пожилой женщины такой, очень сердобольной по рассказам мамы и бабушки. даже был такой момент, как бабушка говорила, что моя мама даже ревновала к этой женщине, да, даже очень пожилой женщине. Она отправляла очень большую заботу обо мне, и, в принципе, она помогла мне выжить, и нашей семье выжить. И в целом у меня, по моим воспоминаниям, уже где-то, когда начал ходить в детский сад, уже помню многое, чего помню, не говоря уж о школьной, там, школьные годы, первые два класса я закончил в Сибири. Много помню, и о сибирских людях у меня осталось очень и очень добрые воспоминания. Знаете, ну, на самом деле, очень душевные, отзывчивые, такие, ну, которые готовы помочь друг другу всем, да, в тяжелые минуты. Это доказывает моя история, где мы жили, вот, вот, пожилой женщиной, да. И я даже скажу больше, я в Сибири тоже бывал по ходу, ну, своей работы, да, в баскетболе. Бывал уже в зрелом возрасте и общался с сибириками. Ну, знаете, я объездил весь мир практически. Ну, я считаю, именно сибириков особой нацией на Земле. Такие открытые душевные люди, как там живут, они готовы, как я уже говорил, помочь в любую минуту, ну, я не встречал нигде, признаюсь, да. Ну, может быть, кощуственно об этом говорить, да, и не дай бог никому срываться с места своей жизни и куда-то отправляться, неизвестность. Но вот эти события каким-то образом, ну, проявили, может быть, для вас, для вашей семьи качество других людей, и познакомили вас с людьми и обстоятельствами, которых, может быть, вы никогда в жизни не увидели, будь судьба несколько другой. А скажите, Гонтис, а почему так долго ваше пребывание в Сибири продолжалось? Ну, у нас есть, как бы, общепринятое мнение, что вот, там, 20-й съезд, 56-й год, всеобщая амнистия, все возвращаются по домам. Почему с вашей семьёй произошло иначе? Ну, точно на этот вопрос я не смогу ответить, всего лишь могу догадываться, да. И почему? Трудно сказать. Но в связи с этим есть один эпизод, тоже грустный, очень-очень грустный эпизод, и который меня удивляет, даже поражает. В 59-м году, когда мы уже там пробыли достаточно долгое время, мой дед, который по характеру был очень пробивной такой, энергичный, да, и смелый человек, он добился, непонятно как, не представляя, как это возможно, он добился, что его отпустили в Ригу, в Латвию, то есть, да, отпустили из Сибири, из Сыльного, да, мы остались, а его отпустили на там, на неделю-две, да, отпустили. Как он добился, непонятно. Но ему, и более того, ему удалось, представьте себе, 31 декабря попасть к Камберзеншу, это был первый секретарь, на правительство, кто из Компартии? Ну, Компартии Латвии, да. Да, Камберзенш, да. 31 декабря, дата какая, да, попал к нему в кабинет, в кабинет. Ну, во-первых, Сыльный, во-вторых, первый секретарь, вообще-то удивительно, да. Да, и с просьбой, ну, наконец-то, нас отпустили. Сколько времени мы там уже пробовали, да, мы уже очень многих отпустили, уже все, как вы говорите, да, 36-го году съездили. А нас непонятно, почему задерживают, да. Камберзенш ему отказал. Ух. Отказал, категоричной форме, при том. Он вышел где-то на улицу, и напротив парки, напротив дома правительства, в парке умер на скамейке, разрыв сердца. Охренеть. Извини, из-за мой французский, да. Ну, не выдержал, да. И, ну, разрешили его, в чем плюс, если можно сказать так, что разрешили его похоронить на родине, то есть в его родной скрунде, Култыкского района. И вот там, там, в скрунде и есть, ну, похоронили все мои предки. Дед первый, далее уже и бабушка, и мама, и отчим. Вот это, кладбище, как говорится, моих предков в скрунде. А кто же его провожал в последний путь, если вы были в это время в Сибири, а где-то родственники? Не отпустили нас, не отпустили бабушку, то есть жену деда, да. У меня, конечно, маленького ребенка, да. Но маму отпустили на, отпустили, на похорону. Так что провожала деда только мама. Но тоже тут один момент такой интересный. Это же надо было приехать, это время, это из Красноярска поезд только два часа идет, вернее, трое суток, наверное. Ну, так, конечно, путь долгий, естественно, да. Но провожали его, как я уже говорил, мама, и что удивительно, очень много людей провожало. Вся скрунда и даже приезжали с других поселков, там, да, и с Кулдыги провожали. Не побоялись провожать сынного, да, сынного. Да, и вот это, фотографии у меня сохранились, там море людей, там вся милиция была поднята на ноги, да. Не побоялись, то есть люди, да, провожать в последний путь, да, вот моего деда. А как звали вашего деда Гунтес? Он только говорит, что дед у меня был фигурой заметной, активной в старые времена Улманишем, да. Ну, так что, да, вот такая история. Как его звали, деда вашего? Его звали Андрей Грабанц. Грабанц. Грабанц, да. То есть Гунтес Шенков, Шенков это ваша фамилия по отцу? Да, по отцу моя фамилия. То есть вы тогда уже на похороны все вместе вернулись, или как? Нет, нет, нет. Они приехали, потом вернулись обратно? Мама приехала назад после похорона, в Сибирь, к нам. И такой трагизм в том, что дед не дожил всего лишь полгода. В принципе, ему не надо было ехать к Калберг, значит, да. Через полгода осенью, то есть в декабре 31-го он умер, да. И в мае следующего года, в 60-го, нас отпустили. И мы приехали в Латвию. Понятно. У нас есть звонок, давайте послушаем, что нас хотят спросить. Добрый день, говорите. Добрый день. Послушала передачу. Я тоже сибирячка. Пожила 43 года в Сибири, тоже в Красноярском крае, но в разных местах. Но люди, конечно, всякие разные. Там много репрессированных. Весь, как говорится, интернационал какой может только быть. Поэтому на всяких нападала. Но тут человек обрисовывает излишне ласково. Я встретилась с другим фактом совершенно. И множество других. Извините, пожалуйста. Извините, я вас перебью. У вас есть вопрос к Гунтесу? Потому что мы сегодня все-таки рассказываем историю Гунтеса, а не вашу. Я, конечно, благодарю вас за то, что у вас есть желание поделиться. Но все-таки вопрос есть у вас к Гунтесу? Ну, вопрос такой, что он сомневается в своем отце, кажется, да? Угу. Ну, я могу, наверное, не вопрос будет, а просто такое краткое сейчас. Знаю, что когда выслали нас... Ну, я малюсенька была. Что работницы, которая работала у нас, всех выбивали силой подписать документы о каких-то, ну, не знаю, каких-то преступлениях или чем-то другом родителей, что она не подписывала. Но ее настолько избили, что ей осталось жить только неделю. Понятно. Она смогла, спасая себя в то время, когда была война, мой папа двух русских пленных, которые забрались к нам на крышу и попросил, ребята, славьте. Ну, мы говорим, пускай стреляют на крышу, говорит, но если СССР придут, то не только вас расстреляют. У меня, говорит, семья, дети нас ведь тоже. Ну, и потом ребят этих уговорили, сняли и припрятали на свой риск. Я знаю, что у нас Гриша, вот, он играл с нами, но вдруг появлялась какая-то сердитая масса. Мама, наверное, какие-то события военные запрещала нам произносить имя. Его прятали как глухонемым. Так что, а потом избивали и сейчас пытаются показать, а кто виноват, а кто организовал. Тут указывают фамилии. Я не латышки, я приехала сюда интернациональным браком, но встретилась и тут, и там со всякими событиями. Ясно, поняла. Спасибо вам большое за ваш звонок. Извините, пожалуйста, давайте мы будем продолжать все-таки с Гундесом разговор. С вами, может, в другой раз как-нибудь. Мы немножечко отвлеклись. Ну да, события сложные, трагические, и, конечно, все это в жизни человека конкретного отзывается болью, когда ты их вспоминаешь. Но все-таки есть и положительное, и отрицательное, и мы должны воспринимать эту жизнь в красках такой, какая она есть. Итак, вы возвращаетесь в Латвию. Вот наш первый после восстановления независимости президент Улмани вспоминал, что он тоже вырос в Костоярском крае, естественно, играл с детьми, и первый его язык был русский, а латышский он освоил уже, так сказать, в процессе жизни в Латвии. Как у вас было? Детский садик, семья, вот как у вас это двуязычие приживалось в жизни? Ну, для меня история простая. Я оба языка параллельно осваивал, потому что у меня был очень такой жесткий дед. Он меня воспитывал, да, и я еще в школу не ходил, он меня обучал там и латышской грамматике, да, и даже русской. Знаете, он очень хорошо владел русским языком. Он служил, успел послужить в армии Царской империи, Российской империи, да. Так что в 2014 году участвовал в Первой мировой войне. Так что он меня старался развить очень еще до школы. Так что я оба языка осваивал параллельно, а в детском садике никаких проблем не было. Я свободного дела русским языком и абсолютно не отличался ничем от других детей. Слушайте, Гунтес, а вопрос такой вот конкретный. Они смогли, когда выезжали, взять с собой книги латышские? Вот что у них было в багаже, когда они выезжали в Сибирь? Я так точно не помню точно, какие книги, но они были, 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 были. И дед меня, как говорится, в этом плане очень даже строго воспитывал. Мой первый учитель был и по жизни, и по таким предметам, таким самым простым, да, арифметикам, язык, грамматикам. То есть вы без проблем, когда вернулись в Латвию, пошли в латышскую уже школу, и дальше образование продолжали на родном языке. Не буду скрывать один нюанс тут. Я лично не буду скрывать. Я лично очень хотел пойти в русский поток, ну, в школу, да. Потому что я чуть боялся, признаюсь, чуть боялся, что я всё-таки русским владел более так, ну, свободным, скажем, да. Ну, в школе всё-таки вы уже научились писать, да? Ну, бабушка настояла. Она настояла однозначно. И я учился, ну, начал учиться в латышском классе и посваивал дальше уже. А вы учились в Кулдиге? Вот какой была Кулдига после войны? Насколько чувствовались её последствия? Или уже в 60-м году всё было восстановлено и всё отвело? Нечего было восстанавливать. Очень повезло моему городу. Она там практически, город абсолютно не пострадал. Абсолютно не пострадал вообще от войны, да. Например, в отличие от Елгавы, где я позже учился. Елгава была не семнадцать лет с земли, да, во время войны. А Кулдига сохранилась, и она красивая до сих пор, то есть, ухоженная, да, там, все эти дома. Готовая киносъёмочная площадка, как говорят. Да, это очень повезло моему городу, так что в этом плане всё нормально. Что за классы, что за дети были, чем вы увлекались, откуда возник баскетбол, кто был вашим первым тренером? Много вопросов, как так коротко ответить. Ой, как ответить? Ну, отвечу так, что в деталях, я думаю, мы не вложимся во время, да. Когда приехали, вернулись в Латвию из Сибири, бабушка, ничего не понимая, бабушка в основном воспитывала меня, мама была занята на работе, да. И она ничего не понимая в спорте, отправила меня в секцию, в секцию спортивную, в спортивную школу. И сначала я попал в футбольную секцию, но там практически я не тренировался, потому что я увлекся сразу, там, популярный вид спорта, как бокс был тогда, да, в клубе, очень популярный. И я последовал за своими сверстниками, да, туда. Но дальше, дальше с боксом там я не подружился, там тренер был такой, не очень такой, но который умел найти общий язык с ребятами. И я попал к очень хорошему тренеру на столбе тенниса, да, там я и прочно тренировался вплоть до армии, да, то есть до армии был в спорте, и после армии он уже поменял вид спорта и ушел и работать и чуть-чуть, и сам погонялся там в автоспорте. А после автоспорта, чисто случайно, это какое-то, не знаю, совпадение обстоятельств, я попал в баскетбол. Валдис Валтерс, наш легендарный баскетболист, пришел ко мне домой, он слышал обо мне, что я делаю в автоспорте, и стагетировал меня переходить в его частную школу баскетбольную, помогать. Ну и опять же в двух словах, это уже 91-й год был, независимая Латвия, и все там рушилось, а автоспорт дорогой вид спорта, колхозы богатые там рушатся, как говорят предприятия так же, и некому было содержать автоспорт, то есть он загибался. И Валдис, вот, совпали обстоятельства, что он, ну, случайно, конечно, несознательно воспользовался этим случаем, и удалось ему сагитировать меня переходить в баскетбол. Так я попал в баскетбол. Ну, а рядом с Валдисом, как я люблю говорить, даже гималайский медведь может научиться азам баскетбола, да, и постепенно, вот 30 лет я в баскетболе, и тут, ну, да, натворил там хороших дел разных, ну, что, что там, что кокетничать в моем возрасте. Ну, вот так, так что баскетболистам, признаюсь, я сам никогда не был. Гудес, скажите, а вообще вот с чем связан феномен баскетбола в Латвии? Насколько это влияние каких-то личностей, а насколько влияние, может быть, моды? Ну, высокорослые ребята, наверное, в Прибалтике всегда были, но литовцы, конечно, в этом плане более знамениты, со своим жальгересом и так далее. Но истоки вот баскетбольной славы Латвии, они в чем? Ну, истоки наших славных баскетбольных традиций, это еще до войны начались, то есть, ну, когда в 1935 году был первый чемпионат Европы по баскетболу, первый, в 1935 году, латвийской сборной удалось попасть благодаря энтузиазму и оргспособностями тренера сборной Латвии, Бауманиса, легендарная личность, удалось попасть на чемпионат Европы. И представляете, выиграли, стали чемпионами на первом чемпионате Европы. И вот оттуда растут корни нашим главным традициям. То есть, приехала Латвия обратно, ну, сборная Латвии приехала обратно к Сибири на родину после чемпионата Европы. И популярность баскетбола сразу пошла вверх по нарастающей, очень, как говорится, быстро. И вот оттуда все начинается. И, ну, ладно, война, дальше Советский Союз. И в Советском Союзе баскетбол имел тоже очень большую популярность. А Латвия была среди, скажем, лидеров в этом плане. Продолжала, продолжали, молодежь продолжала заниматься, да, и все более и более. И очень успешно выступала и на чемпионатах Союза, и на молодежных, и на взрослых команды мастеров, да. То есть, постепенно развитие до сих пор не остановилось. Сегодня мы можем гордиться просто. Игроки мирового класса, уже миллионеры. Вы про Порзингиса думаете? Или еще? Порзингис? Да. Нет. Целый ряд там. В НБА у нас играют четыре игрока от Латвии, да, четыре. А там в сильнейших европейских клубах играют целый ряд игроков. Так что традиции, они сохранены и развиваются. На этом можем гордиться, этим видом спорта. Гундес, ну вот 90-е годы они были такие очень сложные, да. И вы как раз в этот момент включились в дело, которое затеял Валдес Валтерс. Но что было тогда мотиватором для ребят, чтобы идти заниматься баскетболом? Ну, я понимаю, что хоккей, вот, например, всегда был престижным, и все знают, что это там дорогой вид спорта, и нужна экипировка, и так далее, и так далее. Лед, все это требует денег. Что привлекало молодежь в баскетбол вот в эти 90-е годы? Очевидно, произошел какой-то такой переход от чисто, может быть, каких-то моральных, эмоциональных вещей, да, когда людям, ребятам хотелось быть похожими вот на героев спорта, как мы говорим, была такая песня «Мы верим твердо в героя спорта». То есть, и через какой-то момент они поняли, что, ну, это может быть профессией, которая, ну, реально вот сегодня, как вы говорите, приносит миллионные, там, зарплаты этим игрокам. Ну, тут очень простой ответ, как мы уже только что говорили, большую роль играет именно история, да, славные традиции баскетбола. И они в 90-е абсолютно не прекратились, сохранились, да, и продолжались. Но второй вопрос, второй момент, немаловажную роль играет, как вы уже сейчас сказали сами, да, личность. И такая легенда баскетбола, как Валдес Валтерс, который в советское время блистал на площадках мировых, да, и даже стал лучшим игроком Европы, это тоже, естественно, затягивает такие имена в баскетбол, ребят, да, Ульяна Семенова. Там целый ряд игроков, ну, Ульяна Семенова и Валдес Валтерс самые такие звездные, да, на их имя, конечно, дети тянутся. Ну, это продолжается везде, в любых странах, и у нас, и сегодня другие имена уже. Порзингис, да, когда Порзингис в NBA начал там блистать в моей школе баскетбольной, очень резко взрос интерес, то есть детей в сентябре начали заявляться, да, гораздо активнее, чем до этого. Ну, то есть вот эти звезды, они все-таки своим светом притягивают ребят? Притягивают, конечно, да. И тем более сегодня, сегодня, когда вот современные технологии позволяют следить мальчикам, уже чуть не с рождения, да, за событиями, немаловажный фактор, конечно, и материальная часть, да, профессионального спорта. Раньше в советское время об этом даже мечтать нельзя было, да, о таких гонорарах, какие сегодня. И, конечно, в наших трудных условиях, которые, несомненно, народ, в каких живет сейчас, да, материальных трудностях, конечно, и это сейчас притягивает возможность, если талант есть, да, возможность выбиться и стать, конечно, чуть не миллионерами. Так что это все вместе взято, и вот популярность также и в хоккее, да, тоже там много ребят играет от нас в НХЛ, да, и миллионы зарабатывают, это, несомненно, притягивает дополнительно. Бундес, ну вот я бы хотела еще такой вопрос задать по поводу таланта, да, то есть, ну, школа платная, в нее приходят и занимаются, ну, фактически все, кто хочет и кто может, чьи родители могут заплатить, но ваша задача все-таки вырастить именно талантливых игроков, которые будут создавать славу и спорта, и вашей школы, и латвийского баскетбола в целом. Вот как вы можете, так сказать, в этих условиях отбирать эти таланты, давать им, может быть, больше возможностей растить их? Тут вопрос, я чуть не соглашусь с вами, что только таланты интересуют спортивные школы, да. Естественно, это первоначально, конечно, тренера стараются выявить их, да, и работать с ними, чтобы, конечно, и свою репутацию поднять на вырасти таких игроков, да, как тренера. Но социальная функция параллельно с работой над выращиванием будущих профессионалов, социальная функция не менее важна. Она обязательно в любой спортивной школе присутствует и должна присутствовать, потому что, особенно мальчиков, про девочек я не уверен, но для мальчиков я абсолютно уверен, а спорт играет чуть не решающую роль в образовании человека как личности. Конечно, если с тренером повезет, то есть как педагог и психолог, если тренер будет хорошо работать в этом направлении, и заинтересовать мальчиков, и воспитывать их параллельно не только к конкретному виду спорта, но и как личность, да. Спорт очень помогает личности встать. Ну, много примеров. Тот же Виллис Криштупан, да, тот же Мартинш Бондарс, да, который сейчас в политике, Криштупан уже давно ушел, да. Да, да, и в бизнесе целый ряд, целый ряд бывших спортсменов. Спорт очень развивает в многогранном таком плане личность. Очень развивает, подчеркиваю. Так что... У нас есть звонок, давайте послушаем немножечко радиослушателей. Так, сорвался звонок. Ладно, звоните, мы на линии, вот сейчас еще раз попробуем. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, Гунтес, извините, вопрос немножко такой неожиданный. Вот вы, когда жили в России, какие у вас были взаимоотношениями со сверстниками? Ну, я думаю, нормальные были взаимоотношения. Я предполагаю. Это было очень интересно, кстати. Да, Гунтес. Какие были отношения? Отношения, то есть, это имеют в виду звонящие детские годы в Сибири? Ну, да, да, да. Я, скажем так, ничего такого не помню, что я там чувствовал себя каким-то ущемленным там, или меня там обижали, потому что я латыш. Ну, абсолютно нет. Был один случай такой, ну, в двух словах. Был один, единственный. Когда в школе, после уроков мы в гардеробе зимой оделись, и мама шила пальто красивое такое зимнее. И я вышел, выбежал на улицу с мальчиками, и вдруг какой-то толчок в спину, и мимо меня пробежал старший класс, наверное, на год старший класс, ну, старший класс я учился, и просыпел в ухо фашист. И оказалось, он разрезал там каким-то острым предметом, там, да, полоснул по спине пальто там. Новое пальто красивое такое, да, было очень обидно. Но мои сверстники, которые со мной вместе вышли на улицу, они догнали его. Ну, и... Надавали тумаков. Взяли его в оборот, и мальчик очень пострадал. Это единственный случай. В остальном, как я уже изначально говорил, да, очень хорошие, теплые отношения были. И мама, и бабушка тоже ни разу не вспомнили, ну, никогда не говорили мне, не вспоминали, что там чем-то их ущемляли. Но не было такого. А, кстати, мама, вот, молодая... Подождите, Гундес, мама, молодая женщина, выехала, значит, в Сибирь, а потом она, вернувшись в Латвию, начала работать. Она там где-то училась в Сибири, какое-то образование получила? Нет, она не училась. Когда ее выслали, ей было 25 лет. А, угу. Там детей, такой детский садик, условно, да, совсем маленьких. Дальше она работала в парикмахерской, принимала на кассе сидела, да. Ну, и потом вернулись в Латвию. Так что, как я уже говорил, сибиряки, народ особый. Особая нация на земле. Давайте еще послушаем звонок, еще один. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Слышите меня? Задавайте свой вопрос, да, мы вас слушаем. Да. Мы знаем, что в 41-м году выслали советскую власть за что? Мы знаем, они казались врагами будущими. А мы знаем в 49-м, что было, что высылали тех, кто мешал коллективизации. А почему вас выслали в 52-м? Чем вы бы так были опасны для советской власти? Спасибо. Ну, да. В 52-м была так называемая мягкая высылка. Я чуть затронул в начале нашего интервью уже вопрос. Мягкая высылка, когда высылали, насколько я знаю и по рассказам, что высылали только по доносам. А на нас был донос. Ну, это мы уже обговорили этот вопрос. Понятно. Есть еще звонок, давайте послушаем. Нет, прекратили звонить. А, сейчас снова звонят. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. У меня, значит, для солидарности родители отца Красноарядский край, Красноарядский район тоже выселили. Но вопрос будет точно неожиданный. Вот вы упомянули Кришта Панца и Бондарца. Вот я считаю, что вот если брать... Формулирую так вопрос. Вот люди из спорта всегда для меня были эталоном честности, порядочности и все остального. Вот Бондарца, Кришта Панца, особенно Бондарца, если взять его за эталон, то это отрицательнейший эталон из всего, что я могу упомянуть в нашей современной политикуме. И вот я считаю, что пока вот такие люди будут у власти, у нас в Латвии будет происходить то, что происходит. Вот как вы считаете, почему люди от спорта все-таки теряют совесть полностью и ведут себя так, как ведет себя Бондарца? Спасибо. Спасибо вам. Ну, во-первых, в спорте тоже. В спорт приходят разные люди, да, уже с детства. С разными там и характера, и отношениями, и добропорядочностью. Это первое. Второе, сейчас дискутировать о политиках, кто там со знаком минус, кто со знаком плюс, это в двух словах не сможем это сделать. Поэтому это отдельная передача может быть тогда. Но я просто подчеркиваю, что через спорт такие персонажи, как Кришта Панца и Бондарца, сумели добиться того, что они добились. То есть через спорт, который их воспитал. В таком плане. А со знаком минус плюс, ну, как я уже говорил, в спорте тоже разные люди бывают. И это так, что так. Ну, вот мы сейчас можем как-то мягко перейти к теме, собственно, нашей передачи, к книге «Исповедь Латыша» и к тому, что жизнь делает с людьми и что люди делают с жизнью. То есть как лидерские качества могут проявляться со знаком плюс и со знаком минус, так и, собственно, позиция человека может влиять на события и на окружающих тоже со знаком плюс или со знаком минус. Что было импульсом для того, чтобы вы начали работать над этой книгой? Какое-то событие произошло, встреча или почему вообще возникла идея? Я понял, да. Тоже вопрос достоин одной отдельной передачи. Но если коротко, да, коротко, то это дискомфорт, личный, подчеркиваю, личный, дискомфорт психологического характера. Я не могу уже в протяжении, особенно последних 10 лет, не могу равнодушно смотреть на те процессы, которые происходят в Латвии. Ну, никак не получается, дискомфорт абсолютный. Поэтому я достаточно информирован о том, что происходит в политической кухне Латвии. Но это мне мешает жить, что я информирован слишком. Поэтому я решил изложить в формате книги свою боль, скажем так, откровенно, честно и громко. Понимаю, что эта книга вызовет неоднозначный, как говорится, интерес, не интерес, а отношение к этой книге. Но молчать нельзя. Об этом надо говорить громко и резко. Возможно, тогда что-то может изменится, если люди все больше будут об этом говорить не только на кухнях. Я там ничего нового в книге не говорю. Все это люди говорят на кухнях, к сожалению, только. А на улице боятся просто. Боятся и понятно, почему боятся. Так что мотивация книги – это дискомфорт лично мой психологического плана. Этот дискомфорт связан с тем, что какие-то надежды, которые вы связывали со своей страной в период, когда она обрела снова независимость, они оказались разрушенными или они не реализовались? И то, и то, и разрушенными, и не реализовались. Сразу должно говориться, лично у меня все в порядке. Так чисто эгоистически, если говорить. Я самодостаточный человек, и даже очень самодостаточный. Оказывается, финансовая состоятельность – это не главное. И поэтому, как я уже говорил, вот эти события, что происходят в результате чего? Борьба за благосостояние народа проиграна. Это надо признать. Сколько у нас на чертой бедности живут? 40% простой народ. Вот это боль, понимаете? И особенно даже не только боль, унижает меня, очень унижает, что мы на фоне даже своих соседних республик отстаем и... Я что-то перестала слышать Гунтеса. Что наш звукорежиссер нам скажет? Гунтес? Остановилась запись у нас. Ничего нельзя сделать? Гунтес, подождите секундочку. У нас был перерыв в записи. Пожалуйста, немножечко вернемся на минутку назад. Вы говорили о том, что мы даже на фоне соседних республик проигрываем, стали проигрывать, хотя Латвия, наверное, в момент, когда получила свою независимость обратно, была самой развитой из этих стран. Да. Да. И вот продолжите свою мысль, потому что был перерыв в звуке, и мы вас не слышали. Ну, именно это, как я уже говорил, это очень унизительно. Понимаете? Если, скажем так, на фоне других государств Евросоюза, мы еще можем как-то отговориться, что мы всего лишь независимо 30 лет, советское там мешает наследие советских времен, и так далее, и так далее. То здесь никак не отговориться. На фоне Астонии и Литвы, ну, это просто не непонятно, да. И тут одно объяснение просто. Одно. Но за последние 10 лет, особенно за последние 10 лет, что мы наблюдаем? Очень нехорошую тенденцию. Парламент с каждым созывом становится все слабее. Да? Все слабее. Исходя из этого, правительство однозначно тоже все слабее и слабее. И особенно это выявляет сегодня, таких форс-мажорных обстоятельств. Человек каждый обнажается, когда подходят такие времена... Трудные. Да. А также и правительство. Ну, беспомощное. Ну, слабые люди. Мне иногда даже стыдно за некоторых министров, да, и жалко их. Например, Петровича. Да, ну, интересно, очень такая женщина так, ну, на внешность, да. Ну, как она начинает говорить и что говорить? Ну, неужели ей самой не стыдно, да, за себя? Поэтому эта тенденция продолжает развиваться все слабее и слабее. И почему? Потому что в политику абсолютно дефицит лидеров, умных людей. В политику не идут умные, успешные люди. Туда, к сожалению, сейчас идут только те, кто не состоялся по жизни, да, ну, с отдельной, отдельные случаи, скажем, могут быть там положительные, как некоторые там идеалисты там приходят, да, там, но их быстро ставят на место, да. Все менее неспособные люди приходят. Ну, знаете, лучше было, когда были так называемые олигархи. Да, понимаете, лучше было. Там хоть мозги в голове были. Понятно, хорошо. А то, что сейчас олигархов убрали, коррупция возросла, она существует, даже возросла по сравнению с теми временами. Или, как говорил один бывший очень известный политик, но пока не буду называть имя, он говорил, мы тоже были не ангелы, тоже были, он признает, да. Но мы даже в самых радужных или страшных снах не могли представить, что такое возможно, что творится сегодня. И это говорит политик. Очень известный подчеркивает политик. Хорошо. Сегодня мы познакомились с автором книги «Исповедь латыша», которая вышла буквально недавно. Сейчас, ну, к сожалению, книжные магазины закрыты, но во всех книжных сетях через интернет эту книгу можно заказать и купить. Я думаю, что мы сегодня вот немножечко проследили жизненный путь Гунта Сашенхова, нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель баскетбольной школы Рига, успешный человек, человек с богатой биографией и жизненным опытом, который решил изложить вот свои взгляды открыто и сделать это в книге, пригласив тем самым к дискуссии общества. Поэтому я думаю, что мы в следующую пятницу продолжим наш разговор с Гундесом. Возможно, к нему присоединится его соавтор, моя коллега Элина Чуянова. И приглашаем радиослушателей, может быть, задавать свои вопросы, писать на WhatsApp, на телефон 2306191, для того, чтобы мы могли более продуктивно провести наш следующий эфир. А сегодня мы с вами прощаемся. Программу провела Людмила Прибыльская. На прямой связи по Zoom с нами был автор книги «Исповедь Латыша» Гундес Шенхов и звукорежиссер в студии Родион Золотарев. Всего доброго. До встречи через неделю в той же компании. Спасибо большое. До свидания.